Привет, друзья! Очередным гостем нашей тестовой лаборатории стал 5-дюймовый смартфон с великолепным временем автономной работы. Смартфон Lenovo Vibe P1M имеет классическую внешность и не самую передовую платформу, но уже с момента дебюта на ежегодной выставке IFA в Берлине стал объектом пристального внимания со стороны профильных масс-медиа и достаточно широкой аудитории пользователей. В чём же секрет данного аппарата? Об этом и не только, дальше в обзоре. Смартфон поставляется в сравнительно небольшой, плотно подогнанной коробке из качественного картона, которая имеет приятное оформление и неплохую информативность. Внутри аккуратно уложены зарядные устройства, USB кабель, проводная гарнитура с наушниками-вкладышами, гарантийный талон и краткое руководство пользователя. Lenovo Vibe P1M является представителем классического, можно даже сказать, консервативного дизайна, который не бросается в глаза и не привлекает лишнего внимания, но уже после более близкого знакомства вызывает искреннее чувство симпатии. Корпус смартфона практически полностью изготовлен из качественного пластика, окрашенного в чёрный матовый цвет. Его боковины выполнены в виде широкой хромированной окантовки, стилизированной под металл. В то время коктейльная сторона имеет характерное софт-тач покрытие, которое придаёт устройству приятных тактильных свойств. Несмотря на габариты и отнюдь не самый маленький вес, работать со смартфоном вполне комфортно, в том числе одной рукой. Кнопкам не приходится тянуться, а ощущение массы хоть и присутствует, но хорошо компенсируется её равномерным распределением. Лицевая сторона Lenovo Vibe P1M полностью закрыта защитным стеклом. Здесь расположились датчик приближения, сенсор освещенности, решёт разговорного динамика и объектив фронтальной камеры. Три сенсорные кнопки подсветкой не обладают. Правая боковина аппарата занята кнопкой включения и качелькой громкости, тогда как левая содержит специальную клавишу One Key Power Saver, которая переводит смартфон в режим повышенного энергосбережения. На верхнюю грань вынесен 3,5-мм аудиоразъём и порт microUSB, а на нижнюю две перфорированные решётки, под которыми находятся микрофон и мультимедийный динамик. Тыльная сторона выполнена в виде съёмной крышки. Сняв её, пользователь получает доступ к двум слотам для карточек формата microSIM и одному для карт памяти microSD. Аккумулятор в устройстве несъёмный, о чём свидетельствуют заводские пломбы в виде наклеек. Качество сборки и жёсткость корпуса заслуживает только положительных отзывов. Все элементы конструкции подогнаны очень плотно, а в процессе эксплуатации ничего не скрипит и не прогибается. В новинке установлен качественный 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280x720 и плотностью пикселей на уровне 294 ppi. Сама матрица прикрыта защитным стеклом с антибликовым фильтром и олефобным слоем, под которым имеется небольшая воздушная прослойка. Экран отличается высокой контрастностью, неплохой детализацией и достаточно широкими углами обзора. Цветопередача приятная, с естественной насыщенностью цветов и оттенков. К тому же её можно достаточно легко настраивать, используя фирменную утилиту MiroVision. Несмотря на две перфорированные решётки на нижней грани, мультимедийный динамик в устройстве всего один. Благодаря удачному расположению он практически не приглушается и может обеспечить приятное и громкое звучание во всём доступном диапазоне. Смартфон оборудован двумя камерами. Основной на 8 Мп с автофокусом и односекционной светодиодной вспышкой и фронтальная с 5 Мп модулем и фиксированным фокусом, которые способны записывать видео с максимальным разрешением 720 и 480p соответственно. Полученные с их помощью фото и видеоматериалы отличаются неплохим качеством. При хороших условиях съёмки и должном внимании к настройкам можно получить достойные снимки, которые понравятся даже более требовательным пользователям. В условиях же недостаточной освещенности проявляются паразитные шумы, которые затираются программным методом, из-за чего картинка выглядит размытой, а мелкие детали почти полностью исчезают из кадра. В остальном работа модулей приятно радует, особенно учитывая цену смартфона. Фирменное ПО, которое отвечает за съёмочный процесс, отличается простым и интуитивно понятным интерфейсом. Его функциональность позволяет выбрать режим съёмки, настроить баланс белого и уровень ISO, а также отрегулировать ряд других параметров. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 5.1 Lollipop, которая дополнена новой версией фирменной оболочки. За счёт использования обновлённого системного шрифта и более красочной темы оформления, данный симбиоз выглядит свежо и весьма интересно, как на фоне стоковой ОС, так и в сравнении с предыдущим поколением. Из заметных функциональных изменений стоит выделить слегка модернизированную шторку уведомлений, отсутствие отдельного меню приложений, а также немного улучшенный диспетчер задач, который теперь позволяет комфортно взаимодействовать с большим количеством одновременно запущенных программ. Впрочем, главным нововведением обновлённой оболочки является функция One Key Power Saver, активация которой мгновенно переводит смартфон в режим экстремального энергосбережения. После нажатия специальной кнопки на левой боковине устройства, она полностью блокирует ряд наиболее ресурсоёмких приложений и процессов, тем самым ощутимо экономя заряд батареи. Технической основой Lenovo Vive P1M является четырёхъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц. Дополняет его встроенный графический адаптер ARM Mali-T720 с рабочей частотой 650 МГц. Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ, а постоянной 16 ГБ, из которой пользователю доступно чуть более 9. Вдобавок её можно расширить за счёт кард-памяти формата microSD объёмом до 32 ГБ. Общая производительность смартфона находится на сравнительно невысоком уровне. Впрочем, это не мешает ему довольно легко справляться с повседневными задачами, а также запускать современные игры на низких и даже средних настройках графики. Lenovo Vive P1M оборудован двухсимочным радиомодулем с поддержкой карт формата microSIM, который позволяет осуществлять телефонные звонки по стандарту 2GSM в режиме Dual SIM Dual Standby, а также передавать данные в мобильных сетях 3G UMTS и 4G LTE на скорости до 150 Мбит в секунду. Более традиционные способы передачи данных представлены беспроводными модулями Bluetooth 4.1 LE и Wi-Fi с функцией HotSpot. Поиск точек и подключение к ним происходит быстро, а соединение обладает хорошей устойчивостью. Питает смартфон несъёмный литий-полимерный аккумулятор внушительной ёмкости 4000 мАч, который при умеренном использовании и благодаря поддержке фирменной технологии энергосбережения способен обеспечить вплоть до 4-х суток бесперебойной работы. Узкоспециализированное тестирование показало, что при просмотре HD-видео аппарат проработал почти 14 часов, а в режиме игровой имитации с помощью Asphalt 8 Airborne – около 5,5 часов. Расчётное время автономности по данным бенчмарка PCMark показало чуть более 10,5 часов рабочего времени, тогда как бенчмарк GFXBench выдал результат в 559 минут. Во всех случаях, кроме игрового, яркость дисплея составляла 50%, а также были включены модули Wi-Fi и GPS. На полную зарядку батареи необходимо потратить от 2 до 2,5 часов, используя комплектный блок питания, и более 6 часов подключив смартфон к USB-порту стационарного устройства. А благодаря функции Quick Charge, восстановленной за первые 15 минут зарядки ёмкости достаточно для 4 часов в режиме разговора. Как и стоило ожидать, Lenovo YP1M оказался весьма интересным и достаточно сбалансированным смартфоном. Благодаря хорошему сочетанию доступной цены и востребованных функциональных возможностей, он заметно выделяется на фоне конкурентов. Потратив сумму в районе 200 долларов, потенциальный владелец приобретает устройство с качественным IPS-экраном, производительной и энергоэффективной аппаратной платформой, хорошими модулями камер, а также полноценной поддержкой современных мобильных сетей 4G LTE. Однако главным достоинством обозреваемого смартфона является ёмкий литий-полимерный аккумулятор на 4000 мАч, который в паре с фирменным ПО способен обеспечить внушительное время бесперебойной работы, до 4 суток от одной зарядки, а быстрая подзарядка в течение 15 минут обеспечит до 4 часов работы в режиме разговоров. Исходя из этого, мы можем смело рекомендовать Lenovo Vive P1M к покупке всем тем рациональным пользователям, которые ищут практичный и долгоиграющий инструмент для решения повседневных задач. За детальной информацией заходите на IT-портал GESIT.com. Всего вам доброго и не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok